Гепатит С Если у вас гепатит С, это означает воспаление печени в связи с тем, что она инфицирована вирусом гепатита С. Печень – самый крупный орган, выполняющий много важных функций. Функциональной частью печени являются печёночные дольки. Через эти дольки фильтруется вся кровь организма. При прохождении крови печёночные дольки разрушают вредные вещества. Захватывают бактерии и старые отработавшие клетки крови. Также вырабатывают факторы, которые регулируют свёртываемость. После еды печень перерабатывает и откладывает на хранение питательные вещества, чтобы обеспечить организм энергией в случае необходимости. Печень также вырабатывает желчь. Желчный пузырь накапливает желчь и выделяет её в тонкую кишку для переваривания жиров, поступивших с пищей. Если у вас гепатит С, это означает, что вы заразились вирусом через кровь или биологические жидкости от инфицированного человека. Это, например, может произойти, если вы пользуетесь одним шприцем с инфицированным человеком. Другие пути заражения вирусом гепатита С включают Половой контакт с инфицированным Применение генических средств, например, щётки или бритвы, которыми пользовались инфицированным Прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями От больного В инфицированной роженице плод может заразиться при прохождении через родовые пути В ранней или острой фазе инфекции вирус гепатита С Попадает в печень и проникает в печёночные клетки Внутри печёночных клеток вирус начинает сам себя копировать Во время этого копирования часто возникают изменения или мутации и появляются новые штаммы вируса В ответ на инфекцию организм посылает иммунные клетки для уничтожения вируса и клеток инфицированных вирусом В результате развивается воспаление печени И печёночные клетки могут погибнуть Со временем на месте погибших воспаленных клеток может развиться рубец Рубец нарушает работу печени Если у вас хронический гепатит С, в печени может образоваться много рубцовой ткани Это называют циррозом, который нарушает ток крови в печени, приводит к её уменьшению и уплотнению Вакцины содержат вещества неживого вируса После их введения иммунитет научается распознавать и атаковать вирус Однако в связи с частыми мутациями у вас есть шанс заразиться вариантом вируса, которого не было в вакцине В связи с этим эффективных вакцин против вируса гепатита С не существует Если у вас гепатит С, то есть шанс, что ваш иммунитет сам справится с вирусом Однако у большинства инфицированных развивается хронический гепатит С Такой диагноз устанавливает, если иммунитет не сумел уничтожить все вирусы за 6 месяцев Если у вас хронический гепатит С, то есть иммунитет не способен уничтожить вирусы, ваш врач может назначить комбинированное лечение Состоящие из противовирусного препарата Рабавирина И инъекций интерферона, которые стимулируют иммунитет Эти препараты наиболее эффективны при гепатите С Если у вас тяжелый случай гепатита С, врач может рекомендовать вам пересадку печени Продолжение следует... 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 Продолжение следует...